У Натальи конфликт с управляющей компанией. Специалисты обслуживающей организации приходят с угрозами, отключают свет. Причина – долги за ЖКХ, которые накопила женщина. Деньги взыскивают приставы, однако преследования УК не прекратились. Наталья по собственному признанию чувствует себя загнанной в угол. Не знаю, куда уже стучаться, потому что в жизни вообще покой. Они каждый божий день приходили, они терроризировали, скандалы такие были. На весь дом было слышно, что-то творилось. У меня-то рядом не было в эти минуты, она была в работе. Это вообще, это бабушка ревит, таблетки глотает. Как по закону управляющая компания может взыскивать деньги с должника? Какие меры могут применяться? Могут ли взыскивать долг коммунальщики и судебные приставы одновременно? Есть ли какие-то права у должника? На эти вопросы мы ответим в нашей программе. У Натальи двое детей. По словам Череповчанки, долг она накопила, когда сидела в декрете. То оплатит коммунальные услуги, то нет. Сумма в итоге выросла приличная. Управляющая компания подала в суд. Видимо, подали в суд все-таки. Думаю, ладно, ну через суд хоть как-то будут высчитывать. Я недавно только устроилась на работу, в прошлом году. И исполнительный лист пришел к приставам. Как бы дело уже все вошло в силу, все нормально. И что самое интересное, то, что управляющая компания, когда я к ним подходила, мы тут ездили не так давно к ним, я попросила, давайте как-то договоримся, что все равно зарплаты особой суммы вы не ждите, потому что у меня не получится. Я не смогу просто. У меня и зарплата сейчас не очень-то высокая, 12 тысяч всего. Перебиваясь кое-как. Вот, что я буду как-то, ну, понемножечку платить. Главное, долг гасится и текущий идет. Текущий без долгов все нормально. Ну, что они мне сказали? Нас, ваши проблемы, не волнуют. Вот, что нам нужна вся сумма полностью. Берите кредит. Я говорю, мне кредит никто не даст, потому что я не могу его взять, у меня не позволяет дохода. Вон, идите рядышком, типа за 40% годовых. По словам Натальи, в квартире начали отключать свет. Приходишь с работы, еду не приготовить, потому что плита электрическая. Сын начал бояться темноты. И это при том, что долг, как рассказала женщина, уже взыскивают приставы. Я разговаривала бабушка на тот момент была на работе. Вот это было в прошлом году. Она начала, что, типа, вот, выплачивайте долг, или до пяти часов вечера вам сроку. Если вы сумму не выплачиваете, к вам приезжает из-за моей детей. Бабушка в слезах, она звонит к мне, она с работы все бросает, прибегает, в общем. Могут ли одновременно взыскивать долг и коммунальщики, и судебные приставы? Имеет ли право УК ограничить предоставление услуг должнику? Начнем по порядку. Для того, чтобы разобраться, какая сумма считается долгом, мы обратились в службу жилищного просвещения. Обязанность вносить плату за коммунальные услуги до 10-го числа у каждого собственника. Это оговорено в договоре управления между управляющими организациями и собственниками. При возникновении задолженности управляющая компания имеет право провести ограничения или при остановлении по коммунальной услуге, имеет, естественно, предварительно об этом сообщив собственнику. Какая сумма будет считаться долгом за коммунальные услуги? Под неполной оплатой понимаем наличие у потребителя задолженности по оплате одной коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двухмесячных размеров платы за коммунальную услугу. В случае неполной оплаты исполнитель коммунальной услуги, в данном случае управляющая компания ЖСК или ТСЖ, направляют должнику предупреждение. Долгом считается задолженность по одной коммунальной услуге в сумме от двух обычных платежей. По истечении 10 дней после оповещения управляющая компания может ограничить должнику потребление услуг. По закону можно отключить электричество, водоснабжение, канализацию, газ. Главное условие – от ограничения не должны пострадать другие жильцы дома. Одна из мер, которая широко обсуждалась в последнее время – отключение канализации. Ролики производителей таких систем буквально наводнили интернет. Как обещает реклама, после применения такой меры 8 из 10 должников сразу несут деньги в управляющую компанию. То есть мы блокируем водоотведение не полностью. У нас остаются боковые зазоры справа, слева. Несколько отверстий, которые пропускают воду, позволяют заглушке стоять и не причинять неудобства соседям. В Череповце отключение канализации тоже применялось. Однако, как рассказали нам в управляющей компании «Олимп», в этой организации от этого отказались. «Такие вещи мы применяли, но они не нашли должного эффекта в плане того, что те, кому мы их применяли, там были использованы все варианты. Но, к сожалению, я не знаю, были случаи, когда мы отключали канализацию, и люди просто все равно ей пользовались, но нечистоты, которые были, либо выливали из окошка, либо в мусоропровод, либо просто копились в ванной. Поэтому от этого, соответственно, люди, которые их окружали, получались новые проблемы, и мы, скажем, от этого вида отказались. То есть мы на сегодняшний день, чтобы применить отключение канализации, просто смотрим, как живет человек, насколько он, скажем, обеспеченный, может ли он себе позволить вот такие вещи, скажем, в ванной содержаться, эти все нечистоты, для того, чтобы и самому в этом проживать. Поэтому эта мера, она фактически у нас не доходит до логического конца. Мы в основном сейчас очень активно используем как раз отключение вот этого вида коммунальных услуг, как и правильный. УК имеет право ограничивать должнику предоставление коммунальных услуг. А почему управляющие компании так непримиримо борются с должниками? Ответ прост. Этим организациям необходимо каждый месяц выплачивать зарплату, переводить деньги ресурсникам. За просрочку по этим платежам УК ждут наказания, штрафы и пени. Поэтому не только серьезный долг, а даже обычная просрочка сказываются на работе организаций. Как рассказали нам в управляющих компаниях, самыми ответственными плательщиками считаются пенсионеры. Они платят аккуратно, в срок. Вообще платежная дисциплина повышается после 35 лет. И материальный достаток, как считают специалисты, здесь не показатель. Должниками становятся и успешные предприниматели. Дело в расставлении приоритетов, когда обязательные платежи попадают на первое место. Конечно, бывают и сложные случаи, когда, несмотря на оформленные субсидии, у семьи нет денег. Чтобы рассчитаться с долгами, таким гражданам в управляющей компании «Олимп» советуют не молчать, идти в свою обслуживающую организацию на разговор. Если у нанимателей и собственников появляется задолженность, соответственно, наша управляющая компания всегда готова в этом плане помочь. Почему? Если человек потерял работу, значит, возникли какие-то сложности семейные. Пожалуйста, здесь варианты различные на усмотрение собственника. Мы можем представить соответствующий график погашения задолженности. Мы можем предоставить ему отработку в счет задолженности, которая может образовываться. Это может быть не постоянное трудоустройство, а, допустим, по договору подряда выполнять какой-то объем работы. Здесь, соответственно, мы можем ему подсказать, потому что здесь, если собственник, допустим, теряет работу или возникают вопросы со здоровьем, но многие этого не знают, он может обратиться в соответствующий орган, начиная от получения льгот до предоставления субсидий. Если долг за коммунальные услуги начали взыскивать приставы, он считается фиксированным и никакие дополнительные меры к должнику применяться не должны. Почему же к Наталье приходят отключать свет и даже угрожают забрать детей? С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию «Гарантсервис», который обслуживает дом. Там, в 13-й квартире, девушка жалуется на ваши действия, которые вы на нее оказываете. По ее мнению, неправомерные. 13-я квартира, у нас там должники большие. Какие неправомерные? Включение электрособжения? Ну да. Почему она считает, что это неправомерное действие? Ну, потому что есть решение суда, по которому она теперь выплачивает вам долг. Вот. А зачем ей еще-то дополнительные какие-то уведомления присылать? Стоп. А как это дополнительные уведомления присылать? У нее регулярно периоды-то просужены разные. Есть ли период, который не просужен, уведомления посланы? По информации управляющей компании Гарантсервис, Наталья платит только долг, который установлен судом, а текущий продолжает копиться. Как рассказывает Наталья, она отдает за долги 50% своей зарплаты. Платится долг по суду, а на текущие платежи не остается. Неужели ситуация безвыходная? Решать этот вопрос лучше вместе со своей управляющей компанией. Наталье в первую очередь необходимо установить счетчики, чтобы можно было начать экономить, не платить по среднему. Кстати, в УК Гарантсервис обещали сделать перерасчет за то время, пока мама Натальи жила в деревне, если женщина предоставит соответствующие документы. Кроме того, помочь могут и в службе судебных приставов. Если происходит удержание в размере 50%, должник имеет право обратиться в суд либо в службу судебных приставов с заявлением о снижении процента удержания и с приложением документов, подтверждающих трудное материальное положение. Судебный пристав, оценив документы, может вынести постановление о снижении с 50% на 30%, например. Но в каждой ситуации эта ситуация будет рассматриваться индивидуально. Наталья может обратиться к судебным приставам с просьбой, чтобы ей снизили сумму отчислений за накопленный долг. Освободившиеся таким образом средства можно направлять на текущие платежи. Таким образом, не скоро, но, казалось бы, безвыходную ситуацию можно разрешить. Долгом за коммунальные услуги считается долг за одну коммунальную услугу за два месяца. После предупреждения в квартире должника могут отключить электричество, газ, канализацию, горячее водоснабжение. Однако, если за должность начали взыскивать приставы, никаких дополнительных мер по этому долгу применяться не должно. Если вы по какой-то причине не можете оплачивать коммунальные счета, необходимо обратиться в свою управляющую компанию для совместного поиска решения. У КАЗа интересована, чтобы должников в доме было как можно меньше.